В этом видео я рассказываю про свои пустые баночки. Это те средства, которые у меня закончились. И даю вам честный отзыв, что понравилось, а что нет. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. С кем еще не знакомы, меня зовут Алексей. Конечно же, это была шутка. Мы с вами будем смотреть мой привычный обзор моих пустых баночек. Погнали! Так, закончился у меня аромат мужской Avon Musk Instinct. Вот, аромат мне очень понравился. Он когда был новинкой, я его сразу протестировал, влюбился и оставил себе. Вот, не знаю, буду ли я его еще заказывать. Посмотрим, впереди еще очень много новинок. Может быть, еще что-то понравится. А пока вот я рекомендую тем, кто любит свеженький аромат. В общем, этот аромат моя, моя любовь. Он у меня точно занимает престижное место в моей личной парфюмерии. В общем, рекомендую, попробуйте. Закончилась у меня, Алиночка, тоже пена. Пена для ванны, манго. 250 миллилитров. Я, правда, ее использовал как гель для душа, друзья. Вот. Ну, вот, некогда в ванне отдыхать. Поэтому я ее использовал как гель для душа. Хочу сказать, у меня часто клиенты спрашивают, в чем разница. Друзья, но на самом деле разница, конечно, она есть. И, возможно, она весомая. Все никак не доберусь в состав поизучать. Но попробуйте сами ради интереса вспенить гель для душа в ванне. Вы обратите внимание, то, что пена пенится намного лучше. Поэтому, вот в чем, наверное, и разница. То, что в пене какой-то есть состав, который рыхлит, рыхлит ее и делает более насыщенной. Пеностой. Боже мой, друзья, вот это вот такая фигушечка, фигушечка из фигушечек. Во-первых, мне не понравился запах. Во-вторых, это какое-то непонятное средство. Мягкий крем для душа. С кем? Гамамелисомбио. Боже мой, 200 миллилитров. Друзья, ну, это такая редкостная фу-фу-фу. Благо, что мне это пришло в подарок. Это компания Ифраше. На самом деле, это средство стоит кучу, кучу, кучу денег. И как за это, друзья, как за это платить, я не знаю. О, моя любовь, друзья. Гель для душа от Эйвон. Морская лагуна. Немножечко поменялся в дизайне. Но вкус, друзья, остается тот же, как и 15 или сколько там, 20 лет назад. Я помню себя маленьким ребенком, когда я только взял в руки Эйвонский каталог. Первым делом, что я заказал, это гель для душа. И так получилось, что я заказал морскую лагулу. И, друзья, вот уже сколько, более 15 лет я готов целовать песок, по которому этот гель сходил. Друзья, ну гель, правда, безумно классный. Кто не попробовал его, возьмите его и попробуйте. Я уверен, что вы так же влюбитесь и будете не то, что целовать песок, друзья. Бомбически просто. Следующее средство, это жидкое мыло. Жидкое мыло для рук. Ой, какое оно у меня все лохматое и страшное. Я его получил в подарок, потом думаю, ну что, ну, дареному коню, как говорится, у нас в зубы не смотрят. Сладковатый аромат, но жидкое мыло, да, ну и в Африке жидкое мыло. Я точно вам говорю, я был в Африке, и там мыло жидкое точно такое же, как и здесь. Поэтому я еще обычно как делаю. Я беру гели для душа, которые мне компания или в подарок подарила, или какие-то у меня клиенты не забрали, или я купил, и они у меня не идут. Я эти гели для душа переливаю вот в эти пустые полакончики, и вперед, друзья. Лайфхак такой для вас. Слушайте, ну, следующее средство, которое у меня закончилось, у меня их в двух экземплярах. Правда, здесь вода. Я его, я его, эту воду использую для немножко увлажнения. И знаете, как классно? Во-первых, когда средство закончилось, не торопитесь выкидывать эту пустую бутылочку. Налейте сюда воду, походите по квартире, обои, шторы, диван, побрызгайте, ну, немножко, не злоупотребляйте, тем более, если у вас не солнечная сторона. Вот, и вы знаете, такой классный, нежный аромат. Но дело сейчас не об этом. Дело сейчас о том, что это рефрейшер для одежды и тканей от компании Faberlic. Их два вида. Вот у меня закончился и такой, и такой, и сякой, и такой, друзья. Цветочный бриз розовый и вот лавандый и бергамот. Он вот такой вот синенький. Что я хочу сказать? Человечество идет вперед. Мало того, что меня уже не удивляет каталожные фирмы, когда они производят одежду с запахом. Одежду с шариками, которые при хождении лопают и помогают вам худеть, друзья. Теперь еще и есть просто водичкой побрызгал и ваша одежда. Разгладилась. Как видите, я уже использовал не один флакон. Для меня это просто находка. Я не люблю гладить одежду. У меня есть пылевизатор. У меня есть этот. Друзья, ну, конечно же, это отпариватель. Господи, боже мой. Это еще одна безумно клевая, классная вещь. Спасибо изобретателю, кто эту вещь изобрел. Но, тем не менее, я все-таки предпочитаю вот такие вот рефрешеры. На самом деле, они, конечно же, не помогут, если у вас сильно замятая одежда. Или тоже зависит от разных тканей. Ну, вот я футболочки с удовольствием утречком так пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик. Стряхнул и пошел, друзья. Это реально работает и помогает. 900 теньки, кстати, стоит. Это удовольствие. Удовольствие клевое. Я рекомендую. Обязательно попробуйте. после чего мы немножечко хавера съехала так стиральный порошок стиральный порошок у меня альпийские луга это тоже от компании faberlic он 900 800 грамм друзья он концентрированный пишется что в три с половиной раза экономичнее обычного стирального порошка но я не не хочу сказать что мне он не понравился я хочу сказать как мужчина возможно меня немножечко не понимаю я даже не знаю как оценить возможно он классный порошок возможно он клёвый но у меня нет такой сильно загрязненной одежды просто вот ну от пыли от пота вот не хрюшка я друзья не знаю я в общем я считаю что я еще раз вернулся более дешевым порошкам и взял себе вот сейчас взял миф у меня мама до долго мифом пользуются общем я тоже решил взять миф потому что он дешевле в разы чем это порошок и принципе мне кажется тоже стирает не хуже но это мое сугубо личное мнение ничего плохого сказать не могу про этот порошок его заказывают его берут очень очень хорошо а вот пожалуй средства для ванной комнаты еще у меня есть загажки так скажем в пустых моих баночках есть еще вот такое вот средство для ванной комнаты я им почему-то очень редко пользуюсь я не знаю почему наверное потому что я не хрюшка как я вам сказал стоит она 900 тенге а вроде бы как с одной стороны бывает и дешевле но в целом в целом я хочу сказать что средство классное очень очень крутое средство удаляет грязь мыльные разводы водный камень кальций отложения и ржавчину устраняет неприятный запах в общем рекомендую кто не попробовал еще обязательно попробуйте ее следующее друзья ну что на этом у меня в принципе все спасибо большое что досмотрели это видео до конца я очень-очень жду ваших комментариев лайков и если вы еще не подписанному каналу обязательно подпишитесь поделитесь этим видео с друзьями помните что все эти ваши телодвижения помогают продвижению канала у меня на этом все спасибо большое до встречи следующие видео всем пока пока пока